Во время политических кризисов и тревожных новостей мы порой забываем о человечности и вере в хэппи-энды. Постановка «Белая акация» восстановит эти чувства приятной мелодии, потрясающим актерским составом и доброй истории. Действие спектакля проходит в начале 50-х годов в Одессе, а также на китобойной флотилии. В истории переплетаются сразу несколько любовных линий, где одна захватывающая другой. «Белая акация» насыщена яркой и доброй музыкой, а финал даст возможность зрителю самому додумать, чем же закончилась эта история. Дунаевский отошел от классического принципа построения опереты. Премьерой спектакля могли насладиться зрители театра с улицы Рос. Режиссер Юрий Хармелин – заслуженный деятель искусства Республики Молдова. Первый раз в нашем театре, вообще в Молдове, это постановка опереты. Такой жанр уже, к сожалению, давно забытый, но очень такой ностальгический, очень радостный жанр. И вот мы осмелились, рискнули поставить спектакль на музыку Исаака Дунаевского. Как раз в этом году 115 лет со дня рождения Исаака Дунаевского, как раз в эти дни и 60 лет со дня смерти. И вот появилась премьера «Белая акация». Это такое радостное, ностальгическое произведение. Это мы хотели просто доставить людям немножко счастья в наши трудные такие мрачные дни. По становке «Белая акация» зритель не встретит привычных амплуа. Все герои остроумны и с ярко очерченными образами. Перед зрителями живые люди, которые трудятся, любят, страдают и веселятся. Они влюблены в море, в свою нелегкую профессию, но их главной любовью является Одесса. На этой основе композитор и создал оперету, пронизанную светом и радостью. Мы делали прогон на зрителя, такая вам премьера. И люди выходили счастливые, смеялись. И вот такие слезы у них от этого счастья, от радости. Я надеюсь, что это будет все остальное. Помимо «Белая акация», в театре с улицы Рост проходит показ спектаклей «Повелитель мух», «Леди Макбетнценского уезда» и многих других. «Белая акация» будет впервые поставлена в Молдове, поэтому зрителя ждут масса сюрпризов и приятных впечатлений.